Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. На дорогах местами гололедится. В Черкесске утром слабый снег, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 5. Днем 4-6 градусов тепла. Ночью на дорогах гололедится. Урожай яблок в Карачаево-Черкесии демонстрирует в последние годы стабильный серьезный рост. Данная отрасль сельского хозяйства считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных. Одним из успешных садоводов в нашем регионе выступает агропромышленный комплекс при Эльбрусе. Их главная задача не только достичь высокого уровня, но и сохранность его до следующего сезона. Все это осуществляется при помощи инвестиционного проекта строительства фруктохранилища вместимостью 20 тысяч тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием. Как идет реализация программы узнавала Альбина Ламкова. Садоводы к яблоку относятся очень бережно. Выращивают, кормят, следят, чтобы оно не заболело. А затем его вручную собирают и перевозят аккуратно в хранилище. Здесь достаточно холодно. Оно не портится, сохраняет вкус и свои витамины. А все потому, что здесь для него созданы благоприятные условия. Закладка интенсивного яблонево сада на площади 500 гектаров стартовала в 2017 году. А в 2021 реализовали инвестиционный проект по строительству фруктохранилища на 5 тысяч тонн. Осенью оно было полностью запомнено, так как садоводы при Эльбрусе собрали хороший урожай яблок. Для их сохранности в холодильных камерах поддерживают стабильный микроклимат. Плоты расфасованы в контейнеры. Их выставляют по технологии не больше 10 уровней вверх. Мы уже с прошлого года реализовали минимум где-то 5 тысяч тонн, даже чуть больше. Точную цифру я не могу сказать сейчас. Еще осталось где-то 5 камер полных по 250 тонн. Ну, особенности. Хранение яблок, чтобы они были свежие, чтобы сохранились. А сложность? Сложность. Везде надо за ним смотреть, анализы делать и так далее. После этапов хранения для плодов наступает так называемый яблочный спа. Каждый фрукт проходит мойку в чистой воде. После загрязнения она вытесняется через сливные щели в канализацию. Затем автоматическое взвешивание, чтобы определить калибр, наличие внутренних и внешних дефектов. Для сортировки фруктов работает 4 линии. За один час они вырабатывают 10 тонн. В день это количество увеличивается до 80. Если есть погрешности, то яблоко удаляется с линии и переводится в индустриальное. Отсортированные плоды идут на упаковочные столы, где их аккуратно вручную помещают в ящик. Эта часть работы несложная. Надо сказать, что хозяйство при Эльбрусе обеспечивает рабочими местами людей из разных населенных пунктов Ады и Хабльского района. В этом отсеке производства трудятся 45 человек. У нас работа не тяжелая. Спасибо, что нам создают такое условие, техника все делает. Но мы тоже стараемся, качественно работать, за качеством следим. Нас специально привозят, сами же и отвозят на работу. Движение во фруктохранилище напоминает улей. У каждого своя обязанность. После сортировки фруктов в ящики их отгружают в большегрузные машины. В этом году с реализацией плодов проблем не было. Основную массу яблок приобретают крупные торговые сети. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Корчаева, Черкесия, Ады и Хабльский район. В селе Первомайско-Малокрачевского района начал функционировать совершенно новый, отвечающий всем современным требованиям парк. Здесь были благоустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны. Детское спортивное оборудование позволит всем жителям села проводить свой досуг с пользой для здоровья. О новом объекте для активного отдыха расскажет Алихан Левшоков. Еще несколько месяцев назад на этом месте был пустырь. Теперь же совершенно новый современный парк для отдыха. Жители села Первомайского здесь могут проводить свой досуг, посидеть на свежем воздухе, заниматься различными видами спорта. А дети играть на спортивной площадке. Площадь парковой зоны составляет около 5000 квадратных метров. Для 6000-го населения села это место является особенно излюбленным. В прошлом году, когда с рабочей поездкой был глава республики Рашид Бориспич Тимирезов, у нас в районе жители обратились с просьбой включить нас в программу благоустройства комфортной городской среды. На что Рашид Бориспич согласился и дал поручение, чтобы нас включили в программу. В прошлом году мы участвовали в этой программе. Перед Новым годом мы закончили строительные работы. Также глава сельского поселения Альберт Байрамкулов отмечает, что весной будут продолжены работы по благоустройству территории парка. Будут установлены клумбы и посажены деревья. Жители села отмечают, что открытие парка стало особым событием в их жизни. Учитель физкультуры среднеобщеобразовательной школы села Первомайская Асхадуина проводит свои уроки здесь. В парке есть все необходимое – спортивное оборудование для физического развития детей. Каждый день я прихожу сюда со своим классом. Мы здесь занимаемся. Сначала делаем пробежечку по парку, а потом мы занимаемся на разных оборудованиях. То есть на перекладинах, на тренажерах и так далее. Мы занимаемся и очень довольны этим. В современном парке также установлены пандусы и был произведен монтаж травмобезопасного резинового покрытия. Все эти условия обеспечат доступность для маломобильных групп населения. Важно отметить, что в Карачаево-Черкесии благоустраиваются 9 общественных территорий, 7 из которых уже завершены строительные работы, в том числе и в данном месте досуга. Алихалип Шоков, Зумрат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Имя этого начинающего поэта-песенника пока знакомо не очень большому кругу. Но за последнее время она сделала довольно серьезный рывок в своем творчестве. Зовут нашу сегодняшнюю гостью Альбина Баташева. На данный момент она как автор-песенник сотрудничает со многими популярными исполнителями. Также она пробует свои силы как певица. О том, что она планирует записать сольный альбом, а также выпустить свой сборник стихов, в эти минуты в нашей студии Альбина расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Альбиночка! Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Лично у меня ты в первый раз. Но я помню, когда тебя здесь у нас записывали, ты была совсем юной девочкой, выиграла какой-то музыкальный конкурс. И я помню, у тебя даже был приз, фотоаппарат. И вот мои коллеги тебя записывали. С тех пор прошло время, ты стала мамой троих детей. У тебя два высших образования – экономическое и юридическое. Но тем не менее, вот эта любовь к творчеству, к музыке, она взяла верх. Откуда у тебя вот любовь к музыке? Это еще с детства. Да. То есть, когда лет 18-17 лет назад, когда проходил вот конкурс, все исполняли песни, а я почему-то вот сочинила сама песню и музыку. Конечно, про самое святое, про мать. Я ее исполнила и выиграла первое место. То есть, года два-три я этим занималась. Потом как-то забросила. Жизнь закрутила. Да-да. Вышла замуж. На этом все прекратилось. Но писать я не переставала. Для себя. Ты позиционируешь себя как автор-песенник. То есть, композитор. Ты автор музыки и слов также. Вот что тебе ближе, на твой взгляд, что у тебя лучше получается? Вот здесь маленький нюанс. Автор слов и я. То есть, это у меня как-то более лучше получается. Но автор музыки, в основном моих песен, является Борис Иркенов. Писать слова получается, конечно, лучше. Есть что-то из жизни, есть что-то на заказ. Как это происходит? Расскажи. Ну вот, допустим, в моем репертуаре есть песня, которую я написала три года назад. Мы ее выпустили. Исполняет эту песню Инара Байсултанова. И теперь эту песню хочу исполнить сама. Все к этому готово. И музыка. Но, скорее всего... Ну, я знаю, что ты хочешь петь сейчас. И даже уже что-то записала. Эту песню. Только эту пока. Да, эта песня очень много означает для меня. Именно эту песню. На какую тематику? О любви, о страдании. В каком настроении ты лучше пишешь? Грустном? В грустном. Музыку же тоже сочиняешь? Музыку, да, немного, но есть. А с кем ты сотрудничаешь? Вот для кого ты пишешь слова? Слова песни исполняет Мусаибазов. В данный момент вот должен выпустить песню. Ума Руздинов. Мурат Беджиев. Инара Байсултанова. Есть Марьям Кудаева. Это мальчики, девушки. Ну вот как ты с ними знакомишься? Как ты им предлагаешь свои тексты? В основном меня находят, скорее всего, сами. По интернету. А ты не хочешь выпустить свой сборник стихов, к примеру? Ну, к этому уже идет. У тебя много стихов? Много. Пятьдесят, шестьдесят – это... Мне вот что интересно, что является источником вдохновения? На что ты опираешься? Вот какие темы тебя больше всего волнуют? Разные темы. Очень многое в жизни бывает. Стресс, суета. Что касается твоего песенного творчества. Ты сказала, вот сейчас ты будешь записывать песню. Какого жанра, вот мы не говорим, не говорили о любимых твоих жанрах, те песни, которые ты создаешь сама и которые ты исполняешь? Или планируешь исполнять? Ну, планирую исполнять, вот как я сказала, песню на карачаевском языке. Это взято из жизни. Эстрада? Это эстрада. А народную музыку, фольклор? Нет. Только эстрада? Только эстрада. Я знаю, что твои дети, по крайней мере, одна из твоих дочерей, тоже идет по твоим стопам, но она не пишет стихи, она исполняет, правильно? Она не пишет, но есть стихотворение, которое она написала. В школе, в сайте был конкурс. Она тоже выиграла этот конкурс. Стихотворение. Я не скажу, что все полностью она, но я ей помогала, но в основном это ее слова. И исполняет она песню же. И еще где-то месяц, два от силы, тоже готовится новая песня для нее. А вот не хочешь записать альбом? Пока только одна песня? У девочки? У тебя? Нет, скорее всего, нет. Ты участвуешь в каких-то конкурсах? Нет. То есть вот после того затишья, которое у тебя было в жизни, ты только-только выходишь на публику? Да, да. Вот для кого ты сочиняешь? Каким ты видишь своего слушателя, зрителя? Молодежь? В основном. А в планах что? Вот в самых ближайших планах, помимо записи этой песни, которая уже готова? Плана, скорее всего, писать, творить, выпустить альбом. Какую цель ты преследуешь как творческая единица? Как творческая единица? Дарить радость? Позитив людям. Не знаю, очень многим нравится. Ну что ж, я надеюсь, в самом ближайшем будущем у тебя появится твоя личная публика, твои личные поклонники. Я желаю, прежде всего, тебе творческих успехов и спасибо, что ты была гостью нашей программы. Спасибо. Все взаимно. Сразу на четыре человека увеличилось количество членов Союза писателей России, представляющих Карачаева-Черкесию. На официальном выступлении писателей и поэтов республики в творческом содружестве российского масштаба побывала Фатима Даурова. На самом деле, я никогда, наверное, не думала, что я когда-нибудь вступлю в члены Союза писателей России. По истечении стольких лет, когда ты уже в журналистике, когда ты уже развиваешься, естественно, ты идешь к какой-то цели. И потихонечку уже у меня зарождалась эта мысль, что я должна все-таки попробовать себя и в этой. И я рада, что хоть что-то, хоть какие-то шаги я все-таки в этом направлении сделала. И сегодняшняя оценка моего труда, наверное, маленького моего труда, она меня радует, она меня вдохновляет. И я думаю, что я и дальше, и больше буду развиваться в этом направлении. Такие эмоции переполняют новоявленного члена Союза писателей России Люсану Абедокову уже сейчас. А несколько минут назад она вместе со своими коллегами слушала слова поздравления от секретаря Союза писателей России Олега Этлухова и известной поэтессы Ларисы Шибзуховой. Сегодня у нас знаменательное событие, событие, которое может иметь большое значение для всего нашего культурного сообщества, потому что давно-давно мы уже не видели такого притока поэтов-писателей. Ушла золотая волна, теперь вот надежда на них. Надеюсь, что они сделают, скажут свое слово в литературе Карачао-Черкеси. Удачи им. Сразу четыре представителя из пишущей Братья Республики получили удостоверение, подтверждающее членство в Союзе писателей России. Это известные читающему кругу поэты Зураб Бемурзов, Артур Кенчишау, Ирина Кулькова и журналист Люсана Абедокова. Очень благодарен всем, кто посодействовал этому, но я не считаю это своей заслугой, это, скорее всего, аванс. И мы в вечном долгу перед культурой, перед своим отечеством, перед своим народом и должны вот это отрабатывать и в дальнейшем, своим творчеством. Это большой стимул, большая мотивация развиваться дальше и знак того, что мы движемся в правильном направлении, что очень приятно, что наше произведение, наше творчество, оно получается понято людьми, понято этой замечательной организацией и, конечно, очень приятно оказаться в рядах Союза писателей России. Это такая очень важная ступень, я думаю, в моей жизни. У мастеров пера впереди еще новые строки, новые книги, новые стихи. В копилку к тому литературному наследию республики, которым может гордиться Карачаева-Черкесия. Хатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева-Черкесия. Уже на этой неделе торжественно откроются 24-е зимние Олимпийские игры в Пекине. Видеотрансляцию церемонии в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1». Олимпиада должна была объединить спортсменов и болельщиков со всего мира, но пандемия вновь омрачила спортивный праздник и даже те счастливчики, которые попадут на трибуны, не смогут ощутить настоящую атмосферу игр и как следует поболеть за спортсменов. Зрителям запрещено кричать в поддержку атлетов, обниматься и нарушать социальную дистанцию. Но чтобы поддержать команду России, в регионах устраивают флешмобы в поддержку Олимпийцев. Светлана Шаганова окунулась в предстартовый праздник главного спортивного события. Пекин уже встречает олимпийцев. Объекты зимней олимпиады готовы к новым рекордам. Да и спортсменам уже ох, как хочется опробовать современные трассы и катки. Олимпийской сборной России очень нужна поддержка. Спортсмены вновь без гимна и флага, без шумных болельщиков с плакатами и аплодисментами. Наша сборная вновь выступит на Олимпиаде под названием Олимпийского комитета России. Карачаево-Черкесия в лице регионального отделения партии «Единая Россия» Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Черкеска поддержало команду флэшмобом и развернуло российский триколор. Я считаю, что настрой как всегда в нашей команде боевой. Наш флэшмоб направлен в поддержку нашей олимпийской команды. Несмотря на эти всевозможные ограничения, я не сомневаюсь, что наша команда добьется блистательных успехов и замечательных побед. Удачи нашей команде. Олимпийский символ «Пять колец». Они объединяют лучших спортсменов планеты. Активисты волонтерского центра «Единой России», молодогвардейцы, воспитанники спортшкол Черкеска, депутаты парламента приняли участие и выстроились в олимпийские кольца. Многие с нетерпением ждут этого зрелища, ведь олимпиада это уже больше, чем просто турнир. Это больше, чем спортивное соревнование, больше, чем культурное мероприятие. Олимпиада это целая жизнь. Мы рассчитываем на то, что наши ребята в медальном общем зачете будут как минимум в тройке. Что касается спортсменов и поддержки им, ну конечно же сейчас в силу того, что наши спортсмены вынуждены выступать без флага, без гимна, конечно же это их дополнительно мотивирует. Но и мы со своей стороны хотим показать, что нам не безразлично то, в каких трудных условиях они находятся. И конечно же мы не можем физически участвовать вместе с ними на соревнованиях, но наша моральная поддержка, наши переживания, наше волнение оно с ними. Олимпиада придет в каждый дом и мы станем хоть и виртуально, но ближе к Пекину. И на три недели погрузимся в этот масштабный спортивный праздник, которого ждем четыре года. Я желаю удачи нашим ребятам побольше медалей на Олимпиаде. Какой вид спорта зимний тебе нравится? Хоккей. Хоккей. Так, что пожелаем нашим олимпийцам? Победы. Болеем за нашу команду и желаем больше побед. Вам какой вид спорта зимний нравится? Бетлан. Я желаю нашей команде только побед и только самых больших успехов и побольше золотых медалей. Мы самые лучшие. Россия! Россия! До главного спортивного события года остаются считанные дни. Лучшие спортсмены мира разыграют 109 комплектов наград в 15 зимних видах спорта. Команда России одна из фаворитов на олимпийские медали. Россия! Вперед! Светлана Шаганова Али Бастанов Вести Карачаева Черкесия Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи. Продолжение следует...